Главная проблема всех квартир многострадального дома – сырые стены из-за плохой системы вентиляции. Обои отваливаются, потолки протекают, полы холодные и запах канализации из подвала. Жить в таких условиях семьям очень сложно. Разломы идут, промерзания вплоть даже до сугробов по углам. То есть и окна промерзают, полы холодные, естественно, а страдцевая стена полностью. И как жить мы дальше не знаем. Просто-напросто 4 года мы уже пишем, уже толмуты собраны. Но сейчас наконец-то хоть какое-то продвижение пошло. Будем надеяться, что это решит проблему. Летом в доме сделали гидроизоляцию подъездов, загерметизировали межпанельные швы. Но эти меры все проблемы не устранили. Очень много проблем по квартирам с подмерзанием, есть запах плесени. В некоторых даже можно напрямую сказать, что ветер гуляет. Это не очень хорошо. Наши жители должны жить в комфорте. Но просто так, примитивными мерами, мы поняли, что мы не сможем здесь ничего сделать. Поэтому привлекли науку. Специалисты Тюменского главного архитектурно-строительного управления провели техническое освидетельствование дома. Выявили строительные дефекты. На основании этих данных разработают проект комплексного ремонта. Устройство вентилируемого фасада, которое предполагает дополнительное утепление. Плюсом к этому недостаточный приток воздуха привел к застою вентиляции, к опрокиду вентиляционных каналов, то есть к работе в обратную сторону. Для решения этой ситуации будет устанавливаться дополнительное оборудование инженерное. На данный момент, как это предполагается, установка турбодефлекторов на вентиляционные шахты. Также приточных клапанов в подвале и на окнах. Виной всему неправильный монтаж вентиляции еще во время строительства дома. Много лет жители были один на один со своими проблемами. Теперь администрация постарается помочь владельцам квартир. Эксперты разобрались с причинами сырости. Теперь дело за проектированием работ и проведением ремонта. Юлия Кузнецова, Олег Короткевич, Новости Губкинского.